здарова ребят добрый день с вами опять мистер пихто и сегодня второй день моего блога но короче уже обед я приехал домой с работы на обед вчера когда я все заснял я решил отредактировать видосы и столкнулся с такой проблемой что на моей первой камере на что записывал на nikon в общем там идут жуткие шумы при том что я снимаю на пушку то есть на звуковую пушку короче очень лучшим и и если с ними бороться то искажается звук но мы наверно увидите это видео потому что она еще не вышла вот сейчас вы смотрите этот этот день и она уже конечно вышла но тогда она еще не вышла короче неважно и потом я понял что у меня нет кошка пришла то есть и скажи привет вот она с вами поздоровалась короче я тут понял что у меня даже интро нет для меня поэтому я вот сегодня вечером после работы сегодня будет кстати интересный день потому что я решился с победу возьму камеру с собой покажу что я должен делать на работе сегодня и затем затем у меня пройдет музыкальная репетиция с моей группы поэтому чуть-чуть увидите чем мы там занимаемся вот и вечером я возьмусь за интро у меня уже есть идея как это сделать все я уже вчера начал но устал очень и вообще пошел спать короче всю ночь думал о том что нужно ли мне вообще снимать этот блог и кто мне будет смотреть ведь у меня всего 20 подписчиков но кто знает почему нет и мне все равно ничего делать а это кое-как ну провождение времени все равно какой-то да и типа скилл свой поднимаешь в монтаже съемки и так далее так что я подумал что пофиг я буду делать возможно просто не всегда получится каждый выпускать да и нет смысла наверное но допустим как-то может быть раз в неделю типа все дни сделать там просто ролик на раз в неделю посмотрим посмотрим как пойдет вот а сейчас я приготовлю себе пообедать быстренько поем потому что у меня ну полчаса где-то на обед но он плюс-минус потому что как готовится еще и увидимся с вами уже когда я пойду на работу приготовил свежим куча там помидорчики сосиски молочко так что сейчас быстренько похаваю и поеду на работу вот сейчас вам покажу свою киску единственную которая у меня в доме есть киска вот киска скажите что нибудь как ваши дела сегодня киска 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 приятного мне аппетита я сейчас поем и увидимся на улице вот короче спустя час я наконец-то пошел на работу чуть-чуть не по графику ну да ладно у нас офигенная обработала просто офигенно поэтому сейчас поедем на работу и я забыл мне надо взять для работы угольник чтобы короче углы делать нормально правильно сейчас зайдем туда в кладовую возьмем угольник у нас короче в каждом доме есть по хранилища клетки кого-то металлические у кого-то не деревянные вот короче не вот так вот и тут короче на каждую квартиру своя клетка еще у нас есть отдельно хранилища для велосипедов тоже стоит на улице но мой велик кстати сперли оттуда я когда уехал домой у меня было два велика вот и короче оба их сперли это нормально и даже полиция вот то что мне надо прикольная штучка типа ставишь угол и смотришь сколько угол надо делать в общем полиция не захотела рассматривать мое заявление невозможно установить кто у тебя спел поэтому я теперь без велика у меня был хороший российский велик стелс такой горный он был старый-старый но он был замечать поэтому даже финляндии велики воруют но это нормально велики здесь ходовой товар к сожалению так что поехали на работу покажу чем я там занимаюсь хотя кому-то интересно чем я занимаюсь на своей работе вообще карантин все сидят дома я работаю ну ну а почему бы нет дома это скучно сидеть а я работаю ладно как при этом на работу выйду на связь чё короче я приехал слишком много использую слова короче приехал на работу вот что мне надо сегодня сделать это вот сюда сделать котово по-фински а по-русски это как кожу в общем закрыть этот радиатор с помощью вот этого и затем затем мы туда сделаем такие белые белые панели чтобы все смотрелось хорошо поэтому не вижу смысла все снимать наверное покажу что сегодня получится как сделаю все так что до связи знаете почему этот блог называется влог лоха потому что мне только что позвонили сказали мол у нас там канализацию прорвало вот сантехник там уже все убирает но ну ты тоже должен туда прийти посмотреть что там и все это выдроить с хлором или еще с чем-нибудь я иду чистить говно ребят да но мне же за это платят поэтому лох он и в африке лох и не спрашивайте почему я смотрю косо потому что у меня в камере есть экран и он как раз располагается с этой стороны поэтому я смотрю не прямо в камеру а чуть кошусь но могу смотреть сюда мне пофиг так что я одеваюсь и иду смотреть что же там меня ждет так вот и спустился в вода стоит короче вот меня надо все будет убирать сегодня и завтра это жесть ребят это жесть просто жесть оказывается ничего не снимала что я сейчас говорил короче вот эту мне надо бы завтра убрать с хлоркой здесь воды уже нет и все остальное надо тоже будет убирать я не сантехник но мне за это платят поэтому не вообще что делать пока что так что поеду в магазин закупаться хлоркой перчаточками и еще чем-нибудь ладно до связи короче всегда буду начинать новый отрывок видео со слова короче поехал я домой брать себе с резиновые сапоги потому что сейчас надо будет взять хлорку с магазином и и с помощью керхера намыть полы с хлоркой но чтобы не замочить свои ноги я лучше возьму резиновые сапоги и буду мыть с помощью них но снимать я естественно не буду потому что зачем это обычная мойка полов с помощью хлорки и керхера поэтому думаю до встречи вечером на репетиции а я поехал работать еще полтора часа надо вытерпеть привет короче не получилось прочистить трубу которая засорилась и вообще когда чистили там даже водяной провод вышел точнее шланг вышел вообще из другой стороны где только что помыл в общем я у меня есть 10 минут чтобы принять душ переодеться и попасть на репетицию так что все сейчас будет в очень быстром ускоренном режиме потому что я лох а вы смотрите об лох лоха поэтому так и живем погода и у нас спортилась с утра было солнышко а сейчас дождик и вообще зато 10 градусов тепло так что я сейчас быстренько помоюсь и на репетицию надо успеть в душе распеться ладно до связи всем пока пистая переоделся теперь можно спокойно ехать на репетицию мне в принципе ехать тут минут 2-3 так что успею чуть-чуть опоздаю ничего страшного я предупредил что я бы за работа такая ненормированный рабочий график задержки допоздна ах бедная моя будущая хотя кто за меня замуж то выйдет господи кому и ну ладно едем вот погода хрень если вы думали что филе андии прекрасные дороги это не так или они тоже дороги ужасны но в россии ужас не поэтому едем успел пять минут опоздания не считается за опоздание и вообще пунктуальный пунктуальный но не в этот раз темно темно Субтитры создавал DimaTorzok Расист! 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 Закончил я с репетицией, только дома пришел, уже 8 часов пришли. Как видите, голос у меня немножко не в порядке. Сейчас быстренько с вас взяли чуть-чуть на ужин. Спать завтра на работу рано. Но я подумал, что все-таки выложу, наверное, первые ролики. Короче, сейчас отредактирую их по-быстренькому. Нарежу, там, звук почищу и выложу на канал. Пофиг. Но вы, наверное, когда уже смотрите, получается, уже видели их. Залайкали, задизлайкали, но не важно. В принципе, мне не важно. Так что... Ой, блин, так устал. Короче, сейчас, наверное, сварю себе макарончиков. Натру туда сырку и быстренько поем. И чуть-чуть отредактирую видео на боковую. Мне надо завтра к 7 утра на работу. Так что, я думаю, что на сегодня все. Ничего интересного особо не было. Пока что с этим карантином ничего интересного быть и не может. Потому что я даже никуда выехать-то не могу. Вот. А так... До завтра. Спокойной ночи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ну, или дизлайк. В комментах пишите что-нибудь. С вами был мистер Пехто. Всем удачи, здоровья. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok